Всем привет, с вами Штурмайк Вадимович и в этом видео мы будем обозревать мою самоделку Точнее, я буду обозревать мою самоделку Лаат 501 легиона Ну что ж, погнали! Эту самоделку я собрал из шагохода ATT Да, помянем наш шагоход, мне его пришлось разобрать Также я еще дополнил несколько, даже не несколько, я дополнил еще детали Синие, вот Как бы, а что мне о нем рассказывать? Я могу рассказать о самой постройке Но именно о самом Лаате Кстати, для тех, кто не знает Лаат также можно называть республиканский ганшип Ганшип это будет республиканский атакующий корабль Также есть еще дропшип Который я пока не собирал, еще ни разу Дропшип это тот же лат, то есть ганшип Только он перевозит не солдат А технику То есть те же шагоходы, поезда Для Звездных войн есть поезда И тому подобное Ну так вот Давайте посмотрим мини-фигурки А потом поговорим о самом корабле Вообще по мини-фигуркам можно пройтись даже очень быстро Потому что я их показывал в прошлом ролике О них рассказывал Когда я дополнял свою самоделку ATT 501 Только у моего офицера Кстати у меня почему-то кто-то стер часть Сейчас я вам покажу, чтобы вам было видно Вот Кто-то часть рюкзака стер Хорошо, что у меня есть запасной Но я его пока не ставлю Так как чуть-чуть стертый Выглядит как будто он после боев А не прям новый Так же так как старая камма от офицера порвалась Я ему сделал как раз по размеру Потому что та была слишком большая Вот Можем пробежаться по одной новой мини-фигурке моей кастомной А, еще офицер О, офицер, что говорю, снайперу Сейчас я Снайпер, специалист Можете называть его как хотите Но правильно, скорее будет его называть специалист Так как он называется в лего Но вообще это снайпер Я ему добавил наплечник Красный Ой, красный чгурик Эй Я просто чуть-чуть путаюсь сегодня в цветах Да и не только в цветах Я вообще сегодня чуть-чуть путаюсь Вот Синий наплечник с серой окантовкой В принципе, как и у офицера Ее я добавил сам Ну, а второй тяжелый клон остался точно таким же Мини-фигурки я положу рядом сюда Сейчас достану второго тяжелого клона В принципе, ничего не поменялось Вообще ничего Кстати У меня Я могу сделать одного клона Без шлема То есть, что я сейчас объясняю У меня нашлись, наконец-то Волосы нужного цвета Чтобы сделать Клона Не лысого под шлемом Вот Можете посмотреть У него такие будут Светло-темно-русые Точнее, даже грязно-русые Волосы Я не знаю, честно, как правильно они называются Вот Я бы называть их грязно-русыми Ну что ж Теперь поговорим о самом лаате Еле же будет как удобнее дальше Кстати Оцените его в комментариях От одного до пяти Где Один Это ужасно Опять Это Отлично Я К вам в конце ролика Прикреплю Фотографии Потому что я собирал этот Лад По двум фотографиям Даже если Не поленюсь Я их поставлю не в конце ролика А в Правом Верхнем углу Две фотографии лаата Также Это Модификация лаата Очень много слова лаат Я сказал в этом видео Но потому что это модель Транспорта Как бы У него не две кабины Как должно быть А одна Это Модификация от дропшипа Потому что у дропшипа Одна кабина для пилота Тут же ганшипа Которая должна быть Две кабины Но Тут одна кабина Поэтому это Что-то между тем и тем Сейчас я вам покажу Своего Нового Кастомного клона Который у меня Получился Очень-очень плохо Я это знаю Но кстати Если не трудно Можете оценить В комментариях И Кстати Вот он Даже я вам Сейчас вот так вот Покажу Кстати У клонов пилотов Не Такие гребешки Вот прямые А у них Так вот идет Гребешок Поэтому я специально Потер его Дал ему Вот такой пистолет Вот Не DC 17 Конечно Ну пойдет И вот такая вот Кастомная рожа Это типа Кусок брони Вот так идет Даже Нагрудник Тут идет Поясовая часть Ну сейчас Сфокусируюсь Фокус Опа Нет Все взял Фокус И это типа Подождите Необеспечение Сзади он Чистый Я ему даже дал Имя Его зовут Хол 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 Да Коридор Его зовут Коридор Ладно Забейте Но его Реально Зовут Хол Ну что ж Теперь давайте Поговорим Опять раз Фокус Давайте Теперь Поговорим О Самом Ганшипе Ганшип Я делал По примеру Ганшипа 2002 года От лего Но Со своими Модификациями Как я уже Сказал Одна кабина Вместо Двух Такой вот Идет Типа Носовая часть Вот Можете Посмотреть Тут по бокам Есть Такие Знаки Республики С моими Кастомными Наклейками Которые У меня Не очень Получились Да Там Вот На стенке Я сейчас Попробую Приблизить Чтобы вам Было видно Вот Там Есть Оружие Там Есть Два Дробовика Два Пистолета И Две Винтовки Все Покажу Вот С этой Стороны Вот Как Можете Увидеть И С другой Стороны Вот Также Тут Есть Такие Как Они Не Опоры А Ну Даже Да Опоры Как Типа В автобусах Такие Стоят Подвесные Вот Тут Такие Же Также Есть Вон Там Вот Ящичек Вот Там Вот Ящичек Вот Есть Еще Двигатели Которые Я Собрал Отчасти Из Китайских Отчасти Из Оригинальных Деталей Что Я Под Этим Имею Ввиду Детали Все Аналоговые А Под Китайскими И Оригинальными Я Имею Ввиду То Что Это Аналоговая Деталь Придуманная Сами Китайцами Все Остальные Ж Это Скопированные Детали Но Придуманные Лего Вот Чем Я Имею Ввиду Вот Вот такие Вот Двигатели Которые Больше Похожи На Пушки Но Все Тут Есть Такая Открывающая Штука Но Она Незачем Не Нужна Она Просто Закрывает Тут Пространство Делая Такой Скос Типа Срез С Сзади Есть Тоже Пушка Вот Она Там Тоже Должен Сидеть Стрелок Который Управляет Этой Пушкой Но Внутри Там Ничего Нет Потому Что Там Все Заделано Блоками Показывать Я Вам Не Буду Потому Что Это Долго Потом Разбирать И Собирать Также Есть Такие Закрытые Штучки Тут Раньше Были Дырки Вот Я Их Закрыл Ступенькой Три Два На Три Пять Два На Пять Тогда Получается Ступенька И Также Есть Крепление Под Фонари Если Хочешь Можешь Прибавить Фонари Не захочешь Можешь Не прибавить С другой Стороны Точно Так же Только Вместо Серых Черные Ну Кстати Тут Есть Бинокль А Там Есть Типа Чуть Обломанная Как Это Броня И Тут Детали Такие Торчат Типа Это Уже Бывалый Ганш Я Вам Могу Сейчас Показать Кабину Пилота Кстати Вот Эта Вот Стенка С Оружием И Кабина Они Связаны Я Вам Кабину Сейчас Доставать Не буду Потому Что Потом Я ее Фиг Поставлю Кабина Вот Такая Там Есть Управление Блок Есть Рычаг Ну И Основное Место Для Пилота Сейчас Я вам Покажу Как Там Сидит Наш Пилот Забираем У него Пистолет И Сажаем Его В положение Кстати У пилота Есть еще Макробинокль Который Кстати Вообще Не Предоставлен Для того Чтобы Вставляться На шлема Клонов Пилотов Но Так Как Это Шлем Мой Кастомный И Персонаж Мой Кастомный Я могу Делать С ним Все Что Захочу И Вот Так Вот Там Сейчас Вам Покажу С Помучу Штатива Вот Так Там Выглядит Наш Пилот Теперь Закрываем Крышку И Все Он Там Сидит Управляет В Принципе Я вам Рассказал Все Вот Про Мини фигурки Я рассказывал В прошлом Выпуске Моей Самоделки Про ЭТТ И вторая Часть Можете Заценить Кстати Тут Есть Еще Граната Такая Вот Я Забыл Про нее Сказать Сейчас Я Расфокусируюсь Вот Такая Граната Есть Ну В принципе А Еще Забыл Сказать Вы Меня Спросите Почему Такие Разные Цвета Светло Серый Темно Серый Черный Синий Ну Синий Как уже Понятно Это Раскраска 501 В принципе Логично Правильно Ну Правильно Черный Изначально Должен был Быть Ганшет Вообще Черным Но По задумке Потому что Я так Придумал Темно Серые Участки Это Чуть Чуть Побитая Краска Ну То есть Она Уже Процветает Белым Просвечивает Но Она Все еще Такая Черная Светло Серые Участки Это Уже Почти Сбитая Краска Ну И Как можете Заметить Есть Несколько Частей Вообще Белых То есть Там Уже Краска Вообще Слезла После Боев Попадений И Тому Подобному Вот Как бы Такая Задумка У этого Ганшета В такой Разноцветке Поэтому Вот Так Вот Кстати Крылья Такие Вот Я Сделал Кто Меня Опять Позвонил Ладно Подождите Несколько Секунд И Вот Я Опять Квернулся К вам Квернулся Вернулся К вам И Всем Спасибо За Просмотр И Пока Несколько Несколько